Сегодня мы наконец дошли до одной из главных теорий в криптографии, а именно теории Шинона. Давайте мы и запишем. Теория секретных систем Шинона. Теория секретных систем Шинона. Собственно, и совершенно секретная система. Одно из важнейших понятий криптографии – совершенно секретная система. Совершенно секретная система. Шинон предложил эту теорию на основе им же созданной теории, математической теории информации, которые мы в прошлый раз с вами рассматривали в общих чертах. И была опубликована статья. Это 1949 год. Которая так и называлась – «Теория связи в секретных системах». Правда, этот доклад был ранее закрытый. Сделан закрытый доклад в 1945 году. Но опубликована статья в 1949. И именно этот год считается началом криптографии как науки. То есть научной криптографии. Здесь было поставлено на строгую базовую основу основные понятия криптографии. И появилась возможность формулировать и строго доказывать утверждения, касающиеся стойкости, сложности криптографических преобразований и так далее. Ну вот, Шинон рассмотрел, это его схема предложенная, то есть А и Б – отправитель, Б – получатель. Ну, у них есть общий секретный ключ. Общая схема шифрования. Шифрования имеют общую схему шифрования или алгоритм шифрования с выбранным, выбранным секретным ключом. Ну, Шинон рассматривал эту модель, конечно, в рамках симметричной криптографии. Тогда еще не было известно асимметричная. Ну, и как и раньше мы называли, Е – это будет у нас криптоаналитик. Криптоаналитик, который пытается нарушить систему криптографической защиты информации, найти секретный ключ, расшифровать сообщения. Ну, и вот, давайте нарисуем эту схему, которую сам Шинон рисовал и предложил. Получатель. Ну, и мы будем еще далее обозначать. М – это открытый текст, и С – это шифр текст. Ну, мы и раньше обозначали, но чаще мы обозначали открытый текст до сих пор Х, а шифрованный текст – У. Ну, и здесь будем пользоваться такой терминологией. То есть формирует получатель открытый текст и подает на прибор, который называется шифратор. Шифратор. Собственно, этот прибор и осуществляет преобразование за шифрованием. А, так, отправитель. 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 Ну, этот прибор подается по закрытому каналу из источника ключей. Источник ключей. Секретный ключ К. Закрытый канал. Ну, Ксенон рассматривал еще и дополнительно. Тогда это было важно. Сейчас при стойких шифрах это обычно не делается. Вот. Рандомизатор рассматриваем еще. Рандомизатор. Который осуществляет предварительное преобразование открытого текста с целью уменьшить неоднородности этого открытого текста, какие-то статистические или другие зависимости. Вот. Соответственно, шифратор, когда подан открытый текст, ключ, и информация с рандомизатора, R обозначается часто, шифрует открытый текст. И получается шифр текст С. Этот шифр текст подается по каналу. Канал. Ну, открытый канал. Открытый канал. И подается на прибор, который называется дешифратор. Дешифратор. На дешифратор также подается по закрытому каналу ключ. Закрытый канал. То есть ключ К. Секретный ключ, который был выбран А и Б. И, конечно, знают только они. Если частный источник находится на одной стороне и стороне, либо отправитель или получерпи, тогда он, естественно, на одну сторону не отправляется. То есть это на. После того, как поступила на дешифратор криптограмма, шифру текст, и ключ введен в дешифратор, Соответственно, происходит расшифрование текста, и в результате получается открытый текст, который, собственно, и подается получателю. Открытый текст. Получатель. Б. Ну, Шинот, естественно, рассматривал еще одно важное лицо, которое мы называем криптоаналитик. Соответственно, криптоаналитик отсоединяется в канал передачи, открытый канал, и снимает все, что передается к этому каналу. В схеме Шинона этот криптоаналитик пассивный, он только снимает информацию с канала, которым пользуется А и Б, и не вмешивается в передачи. Дальше мы рассмотрим, когда, например, криптоаналитик является именем, пытается обмануть А и Б, посылая каналу сложные сообщения. А Шинона рассматривал пока такой случай. Ну и эта схема, и названа общая схема, общая схема связи, тут мы назовем симметричная криптосистема связи, симметричная криптосистема. Ну, Шинон использовал общая схема секретной связи, он называл такую схему. Ну и, естественно, теперь стоят вопросы о том, что же может сделать криптоаналитик, перехватив эти сообщения. Мы по правилам Киркопа или Киркопса, мы знаем, что криптоаналитик знает полностью все алгоритмы шифрования, расшифрования, то есть всю систему знает, и знает только, на котором выбрал секретный ключ. Вот. И вопросы стойкости теперь сформулированы Шинон. Стойкость криптосистемы. Ну, если это в качественном плане, то это способность, способность криптосистемы или криптозащиты криптосистемы противостоять атакам, атакам и криптоаналитика Е, используя алгоритмы криптоанализа, вычислительную технику, какие-то другие ресурсы. Ну, это такая качественная характеристика. Ну, здесь разные подходы в уточнении, формализации понятия стойкости. Теоретика информационных подходов, которые, собственно, Шинон и рассматривали. Когда появилась эта фотография уже асимметричная, появились и другие подходы. Доказуемая стойкость, симметрический подход, почет необходимого материала, количественные оценки. Вот. Ну, и Шинон выделил среди всех... То есть, стойкость можно рассматривать в каком плане? Система будет стойкая, если сложность ее взлома, измеряемое количество каких-то операций, ну, чрезмерно великая. Не может быть такая атака, такой алгоритм электроанализа ассоциирован в реальности. Ну, это уже будет более сложный понятие. Шинон выделил среди всех понятий стойкости два таких понятия. Теоретическая стойкость. Ну, это опять же свойства криптосистемы способны, свойства криптосистемы, свойства криптосистемы противостоять свойствам криптосистемы, ну, более коротко напишем, мы уже знаем, что такое стойкость. Свойства системы оставаться стойкой, а стойкость – это вот противостоять атакам всяким. Система оставаться стойкой при наличии у криптоаналитика, я поставлю те точки, и вы запишите сами, при наличии у криптоаналитика неограниченных вычислительных ресурсов, неограниченного времени, неограниченных финансовых возможностей и самых лучших методов криптоанализа, которые, в принципе, могут быть. Ну, и понятно, что если система обладает теоретической стойкостью, то ее с практической точки зрения взломать нельзя. То есть сколько бы не было возможностей у криптоаналитика, и каких бы их они не были, то есть и в вычислительном плане, и по времени, бесконечное время, и ресурсов бы других хватало, памяти, например, использовать, или использовать финансы для построения сложной какой-то вычислительной техники. Сколько бы не было ресурсов, эту систему нельзя взломать. То есть теоретическая стойкость – это формулировка, формализация, так скажем, понятия криптосистем, которые не поддаются никакому эффективному криптоанализу и взлому. Практическая стойкость. Это опять свойства криптосистемы оставаться стойкой, но теперь, когда у криптоаналитика, естественно, ограниченное время для криптоанализа, ограниченные ресурсы вычислительные, ограниченные финансовые возможности, и те методы криптоанализа не самые лучшие, а те, которые у него есть в наличии, которые он знает. То есть, конечно, это свойство криптосистемы значительно более слабое, потому что теоретическую вообще в принципе нельзя взломать, получается, а практическую можно взломать, но для этого надо очень, возможно, очень много ресурсов, вычислительных, времени и так далее. И тогда вопрос о криптографической, о практической стойкости стоит, а какое же все-таки количество ресурсов необходимо криптоаналитику для того, чтобы практически взломать систему. И если их получается очень много, которые нельзя реализовать, ну, например, время, такое, что в реальности оно никак нельзя рассматривать, если, например, оно измеряется миллиардами лет, то систему можем мы считать стойкой. То есть, вот Шенон сделал эти такие два определения, и вот, собственно, этими определениями он хотел заняться исследованием этих определений, формализовать их и поставить на строгую, так скажем, научную основу. Пока это определение, в общем-то, качественное. Качественное. Ну, для этого надо было построить какую-то математическую модель криптосистемы. Ну, вот, во-первых, что такое криптосистема? Криптосистема. То есть, это то, что как раз осуществляет процессы шифрования, расшифрования, защиты информации каким-то другим способом, например, цифровой подпись или криптографических протоколов. ну, криптосистема, я тоже не буду подробно писать, я просто скажу, если рассматривать в целом, как вот криптосистему в самом общем плане, ну, это, конечно, будут и математические алгоритмы, это будут процедуры вычисления, это будет набор программ, это будет аппаратура, это будет инструкция разная, это будут правила, методы генерации секретных параметров, каких-то других параметров криптосистем, это будут правила, способы уничтожения отработанных ключей, то есть, это целый комплекс будет, если криптосистему рассматривать как практическую работающую систему, которая направлена на криптографическую защиту информации. Ну, конечно, если рассматривать систему в таком обобщенном виде, то трудно сделать формализацию, и концентрироваться на понятии стойкости в целом. Шинон сделал криптосистема, мы вот говорим, а теперь рассмотрим математическую модель криптосистемы, которую Шинон и рассматривал и ввел эту математическую модель, которая позволила ему построить теорию, теорию связи в секретных системах. Математическая модель криптосистемы. Шифра. То есть, когда говорят только об алгоритме или о способах вычислений, без их реализации, обычно говорят, что это шифр. Ну, и давайте посмотрим, что же предложил Шинон. предложил Шинон, ну, вот мы будем обозначать эту криптосистему Сигма в следующую модель. Он рассмотрел M множество всех возможных сообщений открытых текстов. Множество всех открытых текстов. Оно конечно. Ну, это ограничение естественное, сколько текстов и практически конечно. Ну, а если мы будем рассматривать тексты, которые шифруются, то их, конечно, может быть вообще очень небольшое число или даже два текста. Либо ответ положительный, либо ответ отрицательный, например. То есть множество всех открытых текстов. Дальше. К. пространство ключей. Пространство ключей. Ну, у Шинона это было секретных ключей. С. Мы будем означать так с палочкой. Это пространство всех шифр текстов. Всех возможных шифр текстов. ну и конечно эти пространства Шинон пока рассматривает все конечные, в том числе и пространство ключей и пространство шифр текстов или всех криптограмм. Далее. Е. рукописные будем писать. Это множество алгоритмов шифрования. Это множество Е. К. на всех ключах к принадлежит к. Вот. Ну, это у нас алгоритм за шифрование. За шифрование. Конкретный на ключе к. На ключе к. соответственно и D. D это у нас будет множество то есть это у нас множество алгоритмов множество алгоритмов за шифрования. За шифрование. За шифрование. на ключ. Соответственно D. 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 Но пока это рассматривает шинун только как множество. Теперь давайте посмотрим что же таким образом шифров шифров называется отображение. Отображение, а именно шифр по-разному обозначает, давайте обозначим это Т. Отображение Т-картового произведения открытых текстовых ключей в пространство криптограмм. Пространство криптограмм. То есть для каждой пары открытый текст и ключ соответствует некоторая криптограмма. Отображение такое, что для любого сообщения, для любого ключа, если мы зашифруем на ключе К сообщение М, то получим криптограмму, соответственно. Применяем алгоритм шифрования КМ. А затем эту криптограмму расшифруем с тем же ключом К. То всегда получим М. То есть это свойство, однозначность расшифрования. Ну и таким образом, после того, как это задано, пятерка, множесть и отображение, у нас уже есть шифр, то есть которым могут пользоваться А и Б. Ну и таким образом, выбрав секретный ключ, ключ К, А и Б, выбирают, и тоже быстро, секретному ключу К быстро соответствует выбор, выбирают пару ЕК, ДК. То есть алгоритм шифрования и расшифрования. И теперь уже на этих ключах у нас получается работа следующим образом. А и Б теперь работают на конкретном ключе. То есть теперь шифр у нас будет какой? Уже с секретным ключом. Это у нас будет отображение ЕК. К фиксировано, и теперь у нас отображаются открытые тексты, тексты шифрованные. Тексты шифрованные. Или шифротексты. И это отображение у нас инъекция. Инъекция. Из-за однозначности расшифрования. Таким образом, вот эта модель в самом общем виде не привязана к какому-то конкретному правилу шифрования, к конкретному устройству шифрования. И пока вообще речи не может быть говорить стойко, она не стойко. Вот как раз далее и важнейшее предположение Шинона, чтобы построить эту теорию. Ну а именно К, естественно, неизвестен криптоаналитику. Ну и именно это главная задача криптоаналитика – найти К. Ну и вторая главная задача – расшифровать. То есть по шифротексту получить Е. Ну и вот давайте посмотрим предположение Шинона. То есть, чтобы дальше построить теорию, предположение Шинона. Ну, первое – атака на основе открытого текста. Ой, простите, на основе шифрованного текста. На основе шифрованного текста. То есть по правилам Киркфокуса считается, что криптосистема, вся вот эта пятерка множеств полностью известна, все их элементы известны. Известна эта функция, известна шифра. Но неизвестен секретный ключ. И, соответственно, из того списка атак, которые мы рассматривали в классификации атак, рассматривается самая слабая атака. А именно известен только шифрованный текст и ничего больше. Ни открытый текст, ни какие-то выбранные атаки не рассматриваются. То есть известен только шифртекст. Второе. Рандомизатор. Рандомизатор. И секретный ключ используется один раз. Один раз. То есть, иначе говоря, криптоанализ осуществляется по одной перехваченной криптограмме. Ну и третье, пожалуй, самое важное свойство. На множестве. На множестве. Вот на Декартовом произведении задано вероятностное распределение. Задано вероятностное распределение. Распределение. Ну, конечно, Шенон неявно пред... У него были и другие предположения. Ну, например, что нет ошибок в канале. Вот в этой схеме мы смотрели, криптограмма передается по каналу, значит, канал без ошибок передает криптограмму. Нет обратной связи. Шифраторы и дешифраторы не сбоят и так далее. Вот. Ну, но главное здесь было условия отмечены вот эти, которые, собственно, и позволили потом построить Шенону теорию. Вот секретных систем. Ну, теперь давайте остановимся пока на третьем условии. Что это означает? На задано вероятностное распределение. Задано вероятностное распределение. Что это означает? Для каждой пары М, К, ну, принадлежащей, соответственно, Декартовому произведению этому, задана вероятность, задана вероятность ПМК. Ну, такая что? То есть обычные условия согласованности, которые известны вероятности, и в комбинаторике, и в комбинаторике мы рассматривали, а именно сумма по всем АМ, сумма по всем КПМК равна единице. Ну, раз это вероятностное распределение, то сумма вероятностей на всех элементах, а элементы, множество на котором вероятность задается, состоят из этих пар, сумма равна единице. Ну и дальше условия согласованности. это сумма по МПМК равняется вероятности К, то есть вероятность, что выбран был ключ. Сумма по КПМК равна вероятности М. Ну, равна вероятности М. Ну, и это распределение вероятности, в общем-то, естественно, возникает. То есть, как тут его можно трактовать с точки зрения практически? Насколько это естественные условия у Шанона? Ну, давайте так скажем и ранее. Ну, обычно выбор ключа независим от выбора открытого текста. Выбор ключа не зависит от открытого текста. То есть, если рассматривать это как случайные элементы, то есть, распределение на ключах и распределение на открытых текстах, то эти элементы независимы. Я не говорю случайные величины, потому что М и К, у нас это не числа, а случайные величины, говорят обычно для чисел. Независимы. Поэтому вероятность М, К, это можно рассматривать как вероятность М помножить на вероятность К. Ну, и причем в современной криптографии, даже если у нас есть, ну, сама вот возможность зависимости ключа от открытого текста считается, вообще говоря, слабостью. Поэтому это, в общем, стараются избежать. И на всех вот системах, которые вы будете учить блочного и поточного шифрования, ключи и открытый текст, конечно, выбираются независимы. Хотя в классической криптографии были часто шифры, в которых ключ зависел от того, какой открытый текст выбран. Да. Ну и теперь смотрите, опять же, насчет естественности такого предположения. Вероятность на открытых текстах. Чем она задается? Ну, во-первых, у нас известно множество открытых текстов. Значит, известен язык, на котором это множество составлено. Возможно, какие-то другие символы. То есть, естественный язык используется, конечно, и какие-то специальные, может быть, символы, специальные формальные языки. То есть, это нам известно. Ну, известно, естественно, тогда частота появления символов, какие-то структурные зависимости, связи. То есть, в принципе, это мы можем на множестве открытых текстов считать распределение заданное естественным образом. Ну и вот в первой лабораторке вы видели, что вы такие распределения задавали. Просто, когда их, такие распределения можно считать с помощью математических моделей, либо вот используя знания языка носителями, то есть, интуитивное укадывание, то, что было в первой лабораторной, и можно тогда построить это распределение. То есть, это распределение считается заданным естественным образом. Что касается распределения на ключах. Ну, если выбросить распределение, если выбросить ключи, которые могут быть слабыми, ну, так, в общем, в разных алгоритмах есть такие слабые ключи, скажем, и в ДЭС, который вы первые будете учить, из современных криптосистем, есть слабые ключи, полуслабые ключи, но их очень немного, если их выбросить, вот, то распределение на ключах, это выбирает А и Б, выбирая ключ, естественно, считать лучше всего будет таким, когда каждый ключ равновероятно выбирается, нет предпочтений перед некоторыми ключами, потому что если предпочтение перед какими-то ключами у А и Б, и криптоаналитик это знает, то он, естественно, криптоанализ проведет более успешно, когда знает, какой ключ более вероятно выбран. Поэтому, если выбросить, вот, ключи такие вот слабые, ну, или, может быть, ключи, которые трудно считать случайными, ну, скажем, если выбрать просто случайный ключ, вот, скажем, ДЭС, следующий блоковый шифр, который вы будете учить, имеет ключ длины 56 бит. Если ключи выбираются равновероятно, то все последовательности, в том числе из всех нулей или из всех единиц состоящие, они равновероятны. Но вы бы, наверное, если вам сказали, 56 нулей это случайный ключ выбран или нет, наверное, вы бы не согласились. Вот, и 56 единиц тоже, наверное, вы бы не согласились. И, в принципе, есть формальные критерии, которые такие вот ключи, интуитивно, которые кажутся слабыми, и они действительно, выбор таких ключей и для системы создают некоторую слабость, которые сильно отклоняются, так скажем, от средних значений. Вот. Если эти ключи исключить, то на остальной части ключей надо выбирать все остальные ключи равновероятно. То есть это тоже известно. То есть мы считаем, что эти распределения у нас на М и К известны. Вот. И это совершенно естественных предположений. И далее Шенон построил распределение на других множествах, которые ему необходимы. Индуцирование вероятностей. Индуцирование. То есть распространение вероятностей ПМК на другие множества. Другие множества. На другие множества. Так. На С. То есть это вероятность исходная, которая задана на открытых техниках и ключах, позволяет вычислить вероятность на всех необходимых нам других множествах их парах. Ну и кстати, эта вероятность тоже считается известна криптоаналитику. Он тоже может все эти расчеты сделать. Криптоаналитик. На С. То есть вероятность, чтобы задать вероятность на множество С, нам надо задать вероятность для каждой С. Для каждой криптограммы. Она считается исходя из исходных вероятностей ПМК. С фиксирована. И мы можем, перебирая все возможные варианты пар, открытый текст-ключ, которые могут дать эту криптограмму при заданном отображении, при заданном шифре, перебирая все эти вероятности, такие, что зашифровав на ключе КМ, получим С, и просуммируем, мы как раз и найдем вероятность конкретной С. То есть для любой С, принадлежащей С. Далее. На множестве... На Декартовом произведении МЦ. Ну, аналогично. Нам задать надо вероятность для каждой пары. Для каждой пары МЦ задается, или вычисляется, лучше скажем, не задается, вычисляется вероятность, а именно ПМЦ, опять же, исходя из этих же вероятностей. Просто их надо суммировать в те случаи, при которых могут появиться М и С. То есть, ну, в данном случае у нас параметр, который мы варьируем, это ключ. Ну и дальше на этом ключе М получит С. То есть на... на КС. Ну, тут аналогично. То есть для любого ключа К, для любой криптограммы С, вероятность КС, она снова-таки в результате суммирования исходных наших вероятностей. М, К. Ну и здесь, соответственно, у нас К и С фиксированы, значит, у нас мы должны перебрать все случаи, когда по М, когда мы можем, шифруя на этом ключе К фиксированном, вот М, которое мы перебираем, и получим фиксированное С. Так, что нам еще надо на М, С, на К, С, на К, М задано. Ну и, собственно, пока достаточно, для того, чтобы проводить дальнейшее рассуждение. Ну и дальше, раз нам заданы совместные вероятности и заданы вероятности отдельно на каждом множестве, мы можем найти условные вероятности. Откуда? Условная вероятность М при условии С, она будет равна совместную вероятность по определению М, С поделить на вероятность условия. Ну, для любых М, С. Далее, условная вероятность С при условии М. Она, опять же, по М, С на условие другое теперь у нас, на вероятность М. Для любых М, С. Условная вероятность нам понадобится К конкретного ключа при условии С. Она будет равна П, К, С на вероятность условия. То есть, Шенон, благодаря этой вероятности, он ввел, благодаря исходной вероятности на ключах и открытых текстах, он построил или вычислил вероятности на всех остальных множествах. И вот теперь это дало ему возможность как раз и определить криптосистему, которая будет обладать теоретической стойкостью. Определение 1. Можно сказать, первое определение научной криптографии. Криптосистема. Криптосистема, вот, Сигма, называется совершенно секретной. Секретной, если выполняются условия. Условие первое. Для любых М, С, Условная вероятность М при условии С равняется вероятности М. Второе условие. Условная тропия. М при условии С равняется безусловной энтропии М. Ну, давайте проинтерпретируем эти условия более содержательно. Ну, если для любого М, для любого Ц, для любого открытого текста и криптограммы получаем просто вероятность М, вероятность открытого текста, это говорит о том, что открытый текст и криптограмма, они статистически независимы. Независимы. Иначе говоря, если криптоаналитик перехватил криптограмму, то он никак не может уточнить распределение на возможных открытых текстах. То есть какое это распределение было априори, оно задано было вот этой исходной вероятностью априори это распределение, то перехват криптограммы не дает никакой информации, чтобы уточнить, какой же все-таки текст, соответствующий этой криптограмме, был послан. Здесь нет зависимости между открытым текстом и шифрованным текстом. Ну, второе условие, оно, наверное, еще более понятное. Энтропия или неопределенность у нас, значит, это энтропия открытых текстов при условии, что мы перехватили криптограмму, то есть неопределенность их. Вот она остается той же самой, какая была до перехвата криптограмм. Иначе говоря, взаимная информация между множеством открытых текстов и криптограмм, ну, и как мы видели в прошлый раз, это равняется H от M минус, ну, энтропия M, минус энтропия M при условии С, она получается равна нулю, если равны. Безусловная энтропия и условная энтропия, они равны, и взаимная информация между открытыми текстами и криптограммами отсутствует, отсутствует. То есть криптограмма не содержит никакой информации об открытых текстах. Ну, это правда в среднем. Хотя вот это условие записывают часто, второе условие, хотя подразумевается, что это усреднение по всем открытым текстам и всем криптограммам, но записывают часто просто вот таким способом, что это будет энтропия M. Ну, все-таки правильно понимать это, как энтропия задана на соответствующих множествах, на множестве открытых текстов и на множество криптограмм. Какое замечание? Условия 1 и 2 в утверждении 1 эквивалентны. Эквивалентны. То есть, если выполняется первое условие, выполняется второе, выполняется второе, выполняется первое. То есть, нам достаточно проверять одно из условий. Ну, и таким образом, вот это знаменитое определение Шинона, которое и формализует понятие теоретической стойкости. То есть, если система обладает таким свойством, то криптограмма не дает никакой новой информации для того, чтобы можно было проводить анализ и как-то или найти открытый текст, который был зашифрован в этой криптограмме, или хотя бы его как-то уточнить. Она вообще ничего не дает, никакой информации. Вот. Ну и, конечно, Шинон задался вопросом, а существуют ли такие системы. Это тот вопрос, который мучил криптографов в 2000 лет. Можно ли создать шифр, который нельзя взломать, или все-таки любой шифр, который можно придумать, всегда можно взломать. Кто-то его всегда найдет метод взламывать. И ответ на этот вопрос как раз делал Шинон. Ну, давайте мы еще предварительно утверждение 1. Необходимым и достаточным условием совершенной секретности совершенной секретности криптосистемы СИГБАР. Ну, в принципе, совершенной секретности еще иногда называют абсолютно стойкой. Идеально стойкой немножко другое определение. необходимым достаточным условием совершенной секретности есть. А именно первое. Для любых МС вероятность С при условии М равняется вероятности С. То есть, какой бы мы открытый текст не стали шифровать, у нас с одинаковой вероятностью получится любая криптограмма. Ну, с той же вероятностью, которая была бы до шифрования. Ну, не с одинаковой вероятностью, а с вероятностью получится независящее от открытого текста. Ну, второе, аналогичное для энтропии. Ну, доказательства здесь. Давайте мы доказательства вот один. Ну, нам достаточно этого условия рассматривать. Ну, действительно, действительно, пусть совершенно секретно. Ну, то есть, тогда вероятность, ну, для любых МС, вероятность М при условии С наменяется вероятности М. Ну, отсюда, естественно, следует по определению условной вероятности следует, что вероятность МС равняется вероятности М. Вот. Ну, а отсюда следует, так, отсюда следует, и далее следует, остается нам только поменять местами. вероятность вероятность МС на вероятности М равняется вероятности С. Ну, что, собственно, означает, что вероятность С при условии М равняется вероятности С. Ну, из утверждения 1, ну, из условия 1, утверждения 1, аналогично следует совершенная секретность следует совершенная секретность криптосистемы. то есть, наоборот, провести рассуждение и все. Значит, необходимые достаточно условия. Его просто часто бывает удобней проверять. Ну, давайте теперь на этот один из главных вопросов криптографии «А существуют ли совершенно секретные системы?» Значит, утверждение 2, доказанное Шеноном. Шифр Вернама Вернама при совершенно случайном выборе ключа, выборе секретного ключа, является совершенно секретной системой. криптосистемы. Ну, доказательства. Хотя Шифр Вернама можно в общем-то рассматривать в любом алфавите. Ну, давайте, чтобы нам не усложнять рассуждение, будем рассматривать двоичный алфавит. Так, как Вернама предлагал рассматривать двоичный алфавит. Ну, то есть открытый текст. Это у нас символы М1, М2, МТ. Ключ секретный. Это у нас символы К1, К2, КТ. Шифр текст. Соответственно, символы теперь мы С2, СТ. То есть символы, шифр текст и соответственно М И К Ж С С там Л это 0,1 принадлежат 0,1. То есть мы рассматриваем двоичный алфавит, 0,1 принадлежат. Ну и шифрование проходит с помощью ксора по-разрядному просто. По-разрядному ксора. Это шифр Вернама. К совершенно секретный означает означает что для любой ключ К имеет вероятность ну вероятность выбора вероятность 2 в степени минус Т. То есть обратное число возможных вообще ключей. 2 в степени минус Т. Ну иначе может быть так удобнее говорить или биты К и независимы независимы и равновероятны. То есть 0 и 1 появляются с вероятностью 2. вероятность К и равная нулю естественно равна вероятности К и равна единице ну и равна 1 второе. Это просто напомнил что такое соответственно равновероятный выбор ключа. Ну вот система задана у нас таким способом и давайте проверим условия совершенной секретности. Ну нам удобнее проверять здесь утверждение 1. Проверяем по утверждению 1. Проверяем условия совершенной секретности по утверждению утверждению утверждения 1. Ну нам надо посчитать соответственно вероятность С она равняется так как мы писали это будет сумма П М ну они независимы все П М К и сумма по всем М К которые при зашифровании на ключе К М дают вот фиксированное С. Ну ключи у нас все равновероятные имеют вероятность 2 в степени минус Т которое мы выносим вот и остается сумма П 2 в степени минус Т сумма П М ну и по всем М К ну поскольку если ключ фиксирован у нас то М или М фиксировано ключ однозначно определяется после этого или если фиксировать М то однозначно определяется ключ то есть нам достаточно суммировать по всем М таким что дает С ну так как для каждого М существует ключ то нам надо суммировать по всем М фактически то есть это будет 2 в степени минус Т сумма по всем М принадлежащим М поет М ну и есть 2 в степени минус Т то есть вероятность С криптограммы любой вероятность любой криптограммы у нас 2 в степени минус Т вот посмотрим теперь совместную вероятность аналогично совместную вероятность М С чему она равна будет равна сумме ну М и С фиксированы значит по всем ключам по всем ключам вот таким что Е вот К от М равняется С но если М и С фиксированы то в шифле вернама как вы видите существует единственный ключ который может получиться эта пара единственный ключ ну а именно будет равен сумме открытого текста и шифр текста то есть ключ будет единственный значит здесь П М на П от К ну и в результате ключ единственный и соответственно вероятность всего 2 в степени минус Т и остается здесь слагаемое будет одно остается П М вот ну и далее нам надо найти вероятность теперь С при условии М С при условии М ну это по определению П М С поделить на вероятность М ну и равняется то есть на вероятность на вероятность М и равняется 2 в степени минус Т П М поделить на вероятность М и равняется 2 в степени минус Т ну таким образом вот вероятность С при условии М равняется вероятности С и равняется 2 в степени минус Т шифр Пернама совершенно секретная секретная криптосистема совершенно секретная криптосистема которую вот никогда нельзя взломать ну правда при тех атаках которые я говорил а именно атака на основе шифр текста потому что мы видели что атака на основе выбранного шифр текста сразу ключ определяется а если скажем известно дополнительная информация вот мы рассматривали случай когда по шифр тексту можно определить по виду сигнала который передается нули единицы передаются физическими какими-то устройствами и соответственно например это будет импульс и тока и по виду формы или по амплитуде импульса который соответствует шифр тексту и передается по проводам можно определить каким образом был получен ноль например ноль плюс ноль или один плюс один и каким образом был получен там единица один плюс один или ноль плюс один это так называемая информация с побочного канала если она есть то такой шифр тоже слабый будет ну а если рассматривать как математический алгоритм то тут пожалуй уже можно говорить что шифр нам взломать нельзя то есть если вы напишите скажем эту последовательность от руки то вряд ли тут можно ожидать что у вас написанные нули или единицы будут разные в зависимости от того что здесь просуммировано вот шифр вернама совершенно секретная система это можно сказать первое доказанное утверждение криптографии строго доказанное утверждение криптографии ну и на этом примере вы что заметили если у шифра вернама размер ключа равен размеру открытого шифрованного текста то есть если текст длинный то соответственно очень длинный будет и ключ но сразу чувствуется здесь какое-то неудобство неудобство да ну вот оказывается это неудобство такое совершенно секретных систем не случайное вот давайте посмотрим следующее утверждение доказанное шиноном утверждение 3 если система совершенно секретно если криптосистема совершенно секретно то выполняется неравенство выполняется неравенство а именно энтропия открытого текста меньше или равняется энтропия и это неравенство называется граница шинона граница шинона ну и давайте мы его сначала докажем используя те свойства энтропии которые мы рассматривали в прошлый раз ну доказательства ну если система совершенно секретно если если система совершенно секретна то h от m равняется h от m при условии c ну определение совершенной секретности там теперь если мы добавим еще одно условие а именно один ансамбль тут то есть если мы тут с теми графиками которые мы смотрели вот диаграммами вена вот скажем если это h от m h от c а тут h от k ну вот h от m при условии c это вот эта часть а если мы добавили еще одно условие то тут будет еще добавиться соответственно вот такая часть то есть возрастает вот ну дальше опять воспользуемся тем свойством когда у нас здесь совместное которое в прошлый раз писал на этом месте доски и сделать описку тогда да а именно энтропия m при условии k при условии c вот и плюс энтропия m при условии k c энтропия m при условии kc ну можно опять же проиллюстрировать с помощью диаграмм вена вена вот то есть или давайте уже не будем иллюстрировать вы сами проиллюстрируете и теперь что такое вот эта энтропия так как у нас если известен ключ и шифрованный текст то мы можем однозначно определить открытый текст то эта энтропия у нас будет равна нулю текст всегда однозначно открытый находится поэтому энтропия равна нулю и далее мы получим что это равняется h k при условии c ну тут c такое да ну или опять же если мы выбросим условия то энтропия только возрастет и h от k ну и таким образом собственно смотрим на начало нашей цепочки этих равенств и неравенств и наконец то есть отсюда следует h от m у нас всегда меньше или равняется h от k что это практически означает ну во первых давайте сделаем замечание которое почему-то иногда упускают то есть это только лишь необходимое условие но недостаточное то есть замечание замечание условие условие необходимое то есть если система совершенно секретно она всегда выполняется необходимое но недостаточное недостаточное то есть если это условие выполняется вовсе не обязательно система совершенно секретно ну и в общем-то это легко понять ключ можно взять фактически это ограничение на длину ключа снизу снизу ну вот напоминаю что если ключи если если ключи k ну которые выбираются равновероятны равновероятны то энтропия ключа достигает максимума энтропия вот k это логарифм двоичной мощности k то есть числа ключей она достигает максимума если если k это у нас последовательность k1 k2 kt бит k 0 1 ну то соответственно энтропия ключа ну то логарифм логарифм мощности ключей ну равняется логарифму 2 в степени t и равняется t то есть равняется длине ключа в битах ну поскольку мы говорили что ключи у нас в общем-то равновероятны то это длина ключа в битах просто если бы не было избыточности то это у нас было бы тоже длина открытого текста в битах если бы мы закодировали это бы длина открытого текста в битах ну в самом деле конечно здесь энтропия открытого текста будет меньше чем t поскольку есть избыточность ну она будет примерно треть t но это не принципиально для вот этого утверждения то есть получается что если у нас ключ ограниченный размером то эта система просто не может быть совершенно секретной потому что если мы будем зашифровывать тексты длиннее чем этот ключ то у нас не будет выполняться это неравенство и система у нас не будет совершенно секретной значит получается что все криптосистемы которые имеют ограниченный ключ не являются совершенно секретными далее совершенно секретная система будет крайне неудобной потому что она должна иметь все время очень длинные ключи то есть фактически для каждого открытого текста свою последовательность иметь если мы рассмотрим совершенно секретную систему как шифр вернама хотя конечно это не единственная совершенно секретная система много из совершенно секретных систем но в принципе они будут изоморфны шифров вернама то есть там можно будет их поставить во взаимно назначенное соответствие множество открытых шифрованных текстов вот то есть это говорит о том что на практике как вы знаете используются криптосистемы с конечными ключами и они не могут обладать теоретической стойкостью вот значит таким образом Шинон ответил на вопрос существуют ли теоретические стойкие системы существуют но они при этом имеют вот такой недостаток что ключи в них должны быть очень очень длинные и в принципе сейчас такие системы если используют только на очень важных направлениях одноразовый блокнот то есть это огромные ключи сейчас есть возможность передавать в электронном виде поэтому сейчас их еще можно использовать но все равно пользоваться такими системами неудобно ну и потом Шинон перешел к практической стойкости которую мы в следующий раз посмотрим уже практическую стойкость и расстояние единственности что надо для того чтобы систему взломать практически стойкую стойкость Продолжение следует...